Этой зимой добровольная пожарная дружина Алда Мажаков шесть раз выезжала на борьбу с огнем. Весной в период пала травы работы прибавится в разы. В распоряжении сельсовета две спецмашины, однако их сохранность сегодня под большим вопросом. Гараж, где стоит муниципальный автотранспорт, требует капитального ремонта. Здесь нет нормальной электропроводки, протекает крыша и самое главное, невыносимо холодно. У нас даже в ТЭНа идет под двигатель специальный, чтобы хотя бы двигатель, чтобы мы машину могли завести. То есть зимой, потому что без этого никак. У Себакана у нас далеко, а мы здесь обслуживаем четыре деревни. И если загорится что-нибудь, то у Себакана-то пока он приедет, ну или Абакан, мы-то все равно тут поближе. Чтобы помещение не промерзало, в соседнем гараже топят что-то вроде буржуйки, но ее тепла на все площади явно не хватает. И дело не только в замерзших двигателях. Пожарные машины стоят с ледяной водой. Пока по морозу доедут до места тушения, краны перехватывает. Ну вот мы у Татчикова когда ездили, тоже подъехали. Но она хоть и не успела подмерзнуть, но я сначала не понял. Я думал, может тяжело открутиться. Думал, вроде легко крутилось. Начал откручивать. Блин, двумя руками откручивал. Ну, видимо, начал прихватывать уже. А чумороз-то хороший был. А еще тут тем более холодно. Но и с этой проблемой доможаковские пожарные справляются. На случай промерзания есть паяльная лампа. Способ эффективный, но на отогрев. В вентиле уходит время, а на пожаре каждая минута дорога. Своими силами капитальный ремонт местный бюджет не потянет. Слишком большая сумма – примерно 2 миллиона рублей. А сохранить гаражи необходимо. Здесь обслуживается весь муниципальный транспорт. На сегодняшний день храним всю социальную технику в данном помещении. Здесь у нас находится и автобус, находится водовоз, который обеспечивает жителей поселка растительной питьевой водой. Находится экскаватор, бульдозер, специализированная техника. Это и пожарные автомобили. Доможаковское муниципальное образование – это более полутора тысяч жителей. За последние несколько лет здесь не наблюдается оттока населения. Скорее наоборот – люди покупают участки, строятся. Сегодня местная администрация в активном поиске денежных средств на ремонт гаража, а в данном случае – важного социального объекта. Вариантов финансирования немного – это грантовая или спонсорская поддержка. Работы ведутся по всем направлениям. Олеся Калиниченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.